Всем привет, меня зовут Ким, это специальный обзор для компании M-Video. Сегодня наконец-то поговорим не о смартфонах, не о ноутбуках и не о фотокамерах импортных. CineMood Storyteller это первый портативный кинотеатр для всей семьи, а также теплый и ламповый, причем во всех смыслах, компактный гаджет. Тут на коробке написано получим максимум незабываемых впечатлений. Ну, давайте посмотрим, что в коробке. Тут у нас вилка, провод USB, microUSB, а также переходничок с USB на обычную флешку, но в новых версиях, как нам сказали, этого переходничка уже не будет, потому что об этом, собственно, расскажем чуть позже. Открываем коробку и здесь сам мини-проектор. Вот так он выглядит. Еще в комплекте вот такая резиновая подставочка. Ставим сюда и можно настраивать проектор, ставить так, как вам удобно. По-моему, очень даже неплохо, компактно, стильно. Он полностью придуман и спроектирован в России. Итак, давайте включим его. Все, что нужно сделать, воткнуть вилку в розетку, провод в проектор и так далее. На самом деле, даже это делать не нужно, я пока это оставлю здесь, потому что у проектора встроенный аккумулятор. Его хватает на пять часов автономной работы. По-моему, хороший показатель. Итак, самое интересное, зачем это нужно, в чем его суть, и в чем его... И в чем его смысл. В сущности, это компактный проектор, с него можно смотреть фотографии, фильмы, слушать музыку, читать советские, там, оцифрованные диафильмы, а также развлекать детей, ну, например, включать и мультики, которые здесь, кстати, уже по умолчанию много разных, в том числе советских, сюда уже закачано. Разработчики говорят, что мягкий свет проектора не влияет на качество сна, и в отличие от обычных экранов, ну, то есть, там, планшетов, смартфонов и так далее. И вот этот проектор, это выбор заботливых мам и пап, которые против планшетов и телевизоров. Звучит неплохо. Что на корпусе быстренько пройдемся, покажем, это кнопка включения, которую только что нажал, аудиоразъем, то есть, на самом деле, можно включить наушники, ну, допустим, ребенок уснул, на потолок направили, да, он даже здесь показывает, хотя тут довольно светло. Включили наушники, смотрите кино, допустим, на потолке или на стене. Регулировка фокусировки, также тут разъем microUSB, собственно, для зарядки гаджета, или можно подключить, когда батарейка села, и просто включать его от рассетки. Сверху блок управления, это клавиши вверх-вниз, влево-вправо, и подтверждение или нажатие кнопочки меню, очень все интуитивно управляется. Первым делом, когда мы включаем, видим меню. Тоже все очень просто, влево-вправо, листаем, тут смотрим, слушаем и так далее. Начнем, пожалуй, с пункта смотрим, тут пролистаем чуть вперед, есть мультики «Союз мультфильма». Как управляется громкость и перемотка? Тоже супер просто, нажимаем вверх, это громкость, нажимаем вправо, чуть держим, и тут же перематывается файл вперед, как видите, интуитивно, и нет каких-то лишних промоток, стопов и тормозов, как это иногда бывает. Встроенная память, тут 32 гигабайта, по умолчанию уже закачан определенный контент, и это очень удобно, в принципе, достойте с коробки, можно сразу же радовать детей, ну или себя, если вы там соскучились по советским мультфильмам. И тут еще в новой версии, ну там оптимизировалась сейчас прошивка, вот сейчас уже которая продается, 16 гигабайт памяти для личных файлов, то есть раньше в комплекте, как я уже сказал, шел переходничок, надо было подключать свою флешку, а сейчас можно напрямую закачать свои файлы сюда и уже воспроизводить, допустим, какие-нибудь голливудские боевики, когда дети уснули. Технические особенности, ну для тех, кому интересно, пройдемся по некоторым интересным деталям. Максимальный размер экрана 3 метра, у проектора бесшумное охлаждение, ну вот он сейчас работает, как видите, и вот микрофон. Ноль, вообще тишина. Корпус сделан из пластика, вес 260 граммов, световой поток 35 люмен. У кубика есть встроенный динамик, то есть это такое устройство, все в одном включили, и все из него само уже играет, ничего дополнительно подключать не надо. Но если вам нужно больше разных спецэффектов, можно по блютусу подключить сюда дополнительную колонку, и будет еще громче. Комфортно ли на нем смотреть разный контент в идеальной темноте? Это вот прям идеально. Вечером при таком тусклом свете неплохо. При ярком свете днем, конечно, уже, ну не так здорово, но там читать детям сказки какие-нибудь там перед сном, днем, хотя бы минимум какой-нибудь там шторы закрыть, уже, в принципе, неплохо. На потолок направить, то картинки видно, и текст тоже видно. Мне очень понравилось, что тут есть функция Wi-Fi, то есть это не просто какая-то коробочка со встроенным проектором и там парочкой мультфильмов, то есть это вполне такой прокачанный, подсоединенный к сети гаджет. Тут можно смотреть фильмы, сериалы, ТВ-передачи, даже федеральный канал с подпиской на Мегафон. Можно купить подписку на онлайк на театр Иви, запустить его, запустить Яндекс.Радио, можно даже открыть мессенджер Телеграм, он тут тоже есть. Ну такая опция, мне кажется, немножко перебор, но тем, кому это хочется, оно тут тоже есть. И, открыв Телеграм, отправлять разные сообщения и ваш любимый стикер. Вы обратили, наверное, внимание, что вот набирать текст, когда, допустим, подключаемся к Wi-Fi, не очень удобно, но, ребята, решили эту проблему, есть бесплатное приложение. Скачивайте его, и уже можно все то же самое делать быстренько со смартфона, причем подключается приложение, соответственно, смартфон по Bluetooth к проектору прям очень быстро, и, естественно, процесс уже с приложением фирменным ускоряется. Кстати, даже есть игры со светом, такой интерактивный момент, это уроки театра теней, и все с понятными объяснениями можно самому каких-то зайцев руками научиться делать. Пока готовился обзор, к нам приехали вот такие вот чехлы, дополнительные чехлы, оказалось, что это умные чехлы, я сначала думал, какие умные, ну резинка, резинка. Даже если они были неумными, смотрится прикольно, если ребенок уронит, то минимизирует вред от падения и так далее, но если вы приобрели чехол и надели чехол на проектор и включили Wi-Fi, каким-то образом что-то там происходит, и проектор сам понимает, что вы надели новый купленный чехол, и в проекторе открываются дополнительные мультфильмы, какие именно, вы можете, собственно, сами проверить, купив чехол, надев его на проектор, и там увидите всю эту интересную штуку, которая появится. Вот такой вот интересный... Да, приветствует нас. Вот такой вот интересный гаджет Cinema Storyteller, придуман и спроектирован полностью в России, можно смотреть кино, сериалы, мультики, слушать сказки, читать диафильмы, даже когда нет интернета и без подключения к розетке, вот прямо так держать в руке и всем этим наслаждаться. Это особенно удобно в путешествиях, сами понимаете, можно взять атмосферу кинотеатра, как говорят производители проекторов самолет, в машину, в поезд, в отеле и, собственно, в любую точку мира. Актуальная цена по ссылке внизу, лайки, подписка на канал. Видео нам не все равно. 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 Видео нам все равно. Продолжение следует...